Начало октября – время X для юношей и мужчин призывного возраста. Будущие солдаты срочной службы ждут своей очереди на приём к врачам в коридоре военкомата. Стандартная процедура осмотра окулистам, хирургам, стоматологам и терапевтам. И до решения призывной комиссии остаётся совсем немного времени. Владислав Кудряшов решил не уклоняться от армии, как некоторые сверстники. Он считает, что настоящий мужчина обязан отдать долг родине. Такой этап в жизни. Быть может, что-то переосмыслить, по-другому на жизнь начинать смотреть. Не знаю, он, наверное, армию чему-то воспитывает всё равно. В какие войска посчастливится попасть Владиславу, пока сказать трудно. Сам юноша надеется пополнить ряды ВДВ. А Антон Козлов отправляется в армию с конкретной целью – усовершенствовать свои профессиональные навыки в научной роте. Для дальнейшего развития моей карьеры, как я понимаю, так как здесь всё работает на оборонку, и, в принципе, если я отслужу в научной роте, то это должно стать моим подспорьем для дальнейшего развития. Ряды вооружённых сил России этой осенью пополнят около 30 саровчан. Юноши отправятся служить на военно-морской флот, военно-воздушные силы, воздушно-десантные, ракетные и сухопутные войска. По статистике, наибольшей популярностью у призывников пользуется научная рота. Они занимаются наукой там, они здесь занимались наукой, занимаются наукой там, разработкой. Приходят, то есть, в принципе, они, не отрываясь ни от производства, ни от науки, то есть занимаются своим делом, чем должны заниматься. После осмотра врачами призывник отправляется в класс групповых занятий. Юноши получают тексты психологических методик и бланки для ответов. Для того, чтобы сложить полную картину о будущем солдате, недостаточно только медицинских данных. Перед службой все призывники проходят профессиональный психологический отбор. Мы проверяем у них нервно-психическую устойчивость, уровень интеллектуального развития, ну и также склонность к тому или иному виду профессиональной деятельности. Продлится осенний призыв до 31 декабря. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.